как женщине сохранить здоровье красоту и молодость об этом мы поговорим в программе актуальное интервью сегодня у нас гостях врач акушер гинеколог женской консультации виктория филиппова здравствуйте виктория очень рада видит вас тут тем более у нас врач гинеколог впервые на программе актуальное интервью сегодня мы бы хотели рассказать об уникальном проекте женское здоровье что это такое кому он будет полезно женский квартет на самом деле это просто квартет здоровья но я бы хотела рассказать о нем с акцентом на женщин эта концепция которая была разработана группой врачей наших специалистов российских во главе с профессором калинченко светлана юрьевной и сначала она была создана для городских жителей которые могут так скажем вести здоровый образ жизни то есть они могут заниматься спортом у них правильное питание сбалансированное но качество этой еды и экологии они от этого защитить себя не могут и вот как раз это квартет здоровья он предусмотрен на цели на защиту от воздействия окружающей среды и вредных факторов включает он себя почему он стал еще актуален потому что общеизвестно что несмотря на все продолжительность жизни растет это общемировая тенденция и в россии такая же тенденция и поэтому жить хочется не просто долго но жить хочется качественно вот и включает она в себя четыре компонента которые основа так скажем здоровья первый компонент это гормоны то есть чтобы все все остальное не имеет значения если не порядок с гормонами это очень важно в отношении женщин то есть вообще вот это программа она разработана для людей старше 35 лет когда уже идут и гормональные изменения начинаются снижаться уровень половых гормонов когда снижается защитные силы организма и человек становится уязвим к всевозможным заболеваниям почему после 35 лет они резко и возрастают это касается и женщин мы это видим и задумываться об уровне половых гормонов как раз надо начинать уже после 35 лет и более целенаправленно после 40 лет основной показатель все-таки это конечно уровень половых гормонов крови то есть мы можем показатель отслеживать и соответственно коррегировать понятно что 40 лет надо может быть небольшую дозу гормонов но при этом это влияет на качество сразу даже внешняя женщина чувствует да и на качество волос и на качество кожи и влияет это и на жировой обмен я я просто за то что я пропагандирую до заместительную гормональную терапию на приемах это не получается потому что во первых у нас прием 10 минут на женщин 10-12 минут тарас во вторых в основном идут кто основном идут женщины которые уже заболеваниями то есть это им не актуально или обращаются уже в основном до задумываются это некоторые когда наступает период менопаузы то есть ближе 50 годам 40 лет мало кто об этом думает вот и это из этих женщин мало кто так ну скажем принимает вот тут вообще принимает эту форму заместительной гормональной терапии основном стараются облегчить себе жизнь улучшить качество самочувствие просто какими-то негормональными препаратами то есть все у всех вот этот миф что гормоны это вредно это очень до сих пор он распространен что ты от него растолстеешь что да что наоборот они боятся первый вопрос ну самый такой распространенный не не онкозаболеваемость да не будет ли у меня рака вот это второй миф а не располнили я вот а мы как раз назначаем заместительную гормональную терапию чтобы женщина не располнила причем вовремя и она вовремя назначенная гормональная терапия она как раз является профилактикой ожирения а как узнать в норме у тебя гормоны дают специальные анализы на сколько я слышала они же очень дорогостоящие их надо прям мне не знаю целый список там из 10 целый список не надо это тоже миф это тоже миф да это да такой коммерческий ход мне так кажется не надо все то есть можно узнать если просто узнать уровень половых гормонов там нужен в принципе два гормона сдать основных это если это здоровая женщина у которой нет никаких проблем все гормоны сдавать не надо это в первых не так дорого а в наринмаре даже это у нас есть возможности в условиях нашей ненецкой окружной больницы проводить это бесплатно на самом деле это здорово да да если есть показания а вторая составляющая квартета первое это гормоны а вторая гормоны это очень важно и еще хотела сказать про гормоны что вот связи с опять же с увеличением продолжительной жизни становится актуальный вопрос например болезни альцгеймера да и сейчас есть научные разработки что она связана чем она в основном у женщин развивается потому что она связана с недостаточным уровнем эстрогенов и вовремя именно него не когда уже наступила именно пауза а вовремя начатая заместительная гормональная терапия на 30 процентов снижает риск это приличный достоверный такой процент это это такой основном основополагающий момент этой программы второй элемент этой программы это витамин d тоже модно и об этом она все знают об этом много программ в интернете очень много информации и наконец-то и нашу страну уровень вернее информация просочилась и люди об этом знают и спрашивают мы как гинекологи его тоже широко назначаем и с лечебной целью то есть у женщин с бесплодием опять же когда нам надо чтобы женщин с ожирением которые на фоне которого развиваются различные гинекологические заболевания у нас кстати это актуально у нас же много очень людей вот именно страдающих ожирения да это провоцирует очень много заболеваний и наши гинекологические заболевания в том числе есть бесплодие связанное с именно ожирением и тогда нам тоже приходится совместно с эндокринологами лечить эту женщину и назначать тоже витамин d при скандинавских странах у них даже вот я слышала даже на прием не придешь не обратишься если вы не принимаете витамин d они даже советуют не ходить то есть это очень важный элемент потому что он является на самом деле может провоцировать любые хронические заболевания любые такой имеет неспецифическую клинику недостаток витамина d третий элемент это то есть витамин d мы принимаем ну в общем то мы северянина на пожизненно его должны принимать а сколько надо вот взрослому человеку его в день это зависит от уровня тоже мы определяем дозу по уровню витамина d в крови по анализу изначально вот если вы не принимаете витамин d вот в детстве принимали а потом перестали у вас конечно на севере он у всех низкий я действительно кого никому не назначал он низкий у всех изначально мы назначаем высокую дозу через три месяца мы контролируем и там уже доза снижается то есть такой накопительный эффект да да ее можно витамин d можно принимать ежедневно можно вообще раз в месяц есть препараты импортные вот то есть он не сказать что он пожизненный да то есть все зависит от его уровня даже в южных странах солнечной италии это там все принимают витамин d где много солнца что говорить о нас северяна третий элемент это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты которые необходимо принимать всю жизнь пожизненный прием да потому что источник омега-3 полиненасыщенных жирных кислот это жирная рыба несмотря на то что мы в таком краю живем редко кто и принимает каждый день употребляет пищу поэтому можем ее только с пищи с пищей или вот в виде добавок это ну так скажем космос для мозга и для сосудов то есть наше мышление для детей это очень важно в учебе как вот в советские времена была культура до программа то всем детям давали вот этот противный витамин d витамин жир рыбий жир с витамином d сейчас эти формы очень вкусные эти очень любят вот и проблемы потреблять не для детей мы их тоже как гинекологи мы назначаем при беременности мы широко назначаем их с предгравидарной с целью предгравидарной подготовки то есть когда женщина готовится к беременности особенно их широко рекомендуют женщины врачи репродуктологи есть причины так скажем редкая причина нераспространенная но тем не менее она есть неразвивающейся бременности которая связана с проблемами именно крови и омега-3 здесь тоже помогает она помогает улучшить качество яйцеклеток качество сперматозоидов может быть известно что спортсмены широко у меня все пьют омегу-3 и четвертый компонент этой программы это альфа-липоевая кислота это вот как как раз как бронежилет от воздействия вредных факторов окружающей среды потому что вот опять же после 30 до 35 лет наша антиоксидантная система в организме на ну принципе совершенно примерно у всех одинаково работает исправно эту кислоту это самый такой на сегодняшний день мощный антиоксидант что такое антиоксидант то есть когда к нам в организм с пищей да с вот выхлопными газами там с воздухом попадает вредные вещества то вот эта антиоксидантная система срабатывает она их связывает и выводит из организма а вот ближе к 35 годам она уже не так совершенно у нас накапливается все вредные да да она несовершенной причем вот это альфа-липоевая кислота на катализатор для других антиоксидантов организме то есть если ее не хватает и других не хватает и она не срабатывает это у нас все накапливается раз накапливается повреждаются клетки проявляется то внешнее старение морщинками онкопатологии ожирением сахарным диабетом то есть вот целая цепочка заболеваний поэтому альфа-липоевую кислоту надо принимать тоже всю жизнь это тоже пожизненный прием в условиях сегодняшних реалиях просто окружающая среда у нас такая что мы никак не можем на это повлиять поэтому можно так себя защитить разные дозировки тоже каждому индивидуально человек индивидуально да индивидуально ну так в среднем кто-то немножко назначает в среднем 600 миллиграмм есть даже специально у нас в россии тоже эти препараты это хорошая практика она где-то в каких-то регионах вот распространена рассказывает они очень много рассказывают и я я посещала непосредственно курс лекции этого профессора я видела ее передачи на телевидении очень много об этом говорят и много последователей сейчас этой концепции то есть за границей тоже давно за границей давно это это везде это это культура есть за границей но они объединили ее просто в квартет то есть именно вот таких четырех компонентов которые основные понятно что надо кому-то еще что-то вот но это основа это у всех должно быть в норме этим все должны следить мы будем прислушиваться которые владимир хотела спросить вот с какими чаще всего обращаются женщины ненецкого округа болезнями у нас какие раз в ненецком округе и в целом она по россии это воспалительные заболевания та самая распространенная причина жалоба женщин по всем регионам насколько я знаю на первом месте это воспалительные заболевание ну это обусловлено и ну в первую очередь я считаю что сексуальным поведением естественно и второе это и климат который способствует снижению иммунитета да то есть женщина такие больше подвержены наши женщины больше подвержены воспалительным заболеваниям на втором месте нарушение менструального цикла возможные связанные с этим заболевание а это из-за чего происходит нарушение так смотря какие нарушения точно гормональный сбой да и чаще тоже опять же после 30 лет и причины разные да и воспалительные заболевания до которые тоже провоцируют и поломки в эндокринной системе чаще всего от какие-то гормональные сбои а почему важно вот и говорят об этом все гинекологи обращаться но раз полгода женщине да например гинеколога у нас же так же может до 30 лет вот опять же до 35 можно раз в год если эта женщина здорова если у нее нет жалоб каких-то признаков гинекологического гинекологических заболеваний после 35 лет да потому что опять же вот возрастает риск всевозможных эндокринных уже заболеваний миомы эндометриоз а что это такое от миомы и доброкачественное образование матки и кисты яичников это как онкозаболевание считается до доброкачественные до доброкачественные заболевания ну и конечно же с возрастом увеличивается риск и злокачественных новообразований а много таких вот вы являете на приеме женщина которые вот у нас растет мини статистики данных сейчас да но у нас растет например молодеет самая ужасная заболеваемость раком например шейки матки молочных желез это сейчас да это связано с экологией это связано это связано со мной и почему он молодеет но опять же сексуальное поведение то есть нас культура сексуального поведения очень низкая ну судя да все таки рак шейки матки он связан с инфекцией вообще известно что он связан уже с папиллома вирусной инфекции это доказано почти 100 процентов случаев находят 100 процентов случаев рака шейки матки обнаруживают в печи высоко онкогенного типа их очень много сам по себе вирус он тоже просто так он не бывает организме то есть он как правило при сопутствующей другой генитальной инфекции поэтому это первоочередная причина ну и наверное что-то с экологией происходит почему он так молодеет а у нас есть достойны так скажем препараты на сегодняшний день которые с этой проблемой быстро справляются сколько проблем и чего ну вот доброкачественных заболеваний инфекции естественно есть то есть это все бесплатно да в рамках лечения нет лечения это обследование да лечение конечно это за свои за свои денежные средства нет арсенал препаратов есть сейчас мы например даже в отношении таких заболеваний как миома матки эндометриоз раньше были очень широкие показания для оперативного лечения сейчас мы до последнего пытаемся и у нас есть средства для лечения этих заболеваний потому что наверно никакой орган не является лишним в организме даже если он приносит столько проблем женщине потому что удаляя один орган яичники все равно продолжают работать им надо куда-то свое действие применить они его применяют другим органам мишени например молочной железе щитовидной железе поэтому лучше бы максимально орган сохранить мы за это мы стараемся максимум бороться за сохранение органа и да на сегодняшний день здорово что у нас есть средства для этого и лекарственные препараты и мини-инвазивные оперативные лечения которые позволяют сохранить орган так вот радует что у нас наш округ так скажем один из лидеров по рождаемости вот а какой возраст наиболее оптимальный для зачатия ребенка потому что я смотрю у нас возраст возрастные мамочки возраста их увеличивается приводим когда лучше тенденция такая есть увеличению репродуктивного возраста не вернее не к увеличению а действительно сейчас неудивительно до увидеть женщину после 40 лет это опасно вообще или нет я всегда задаю себе вопрос когда вижу мамочку то есть опять же да это было проблематично во первых уже во вторых опять же это почему опасно то есть это надо индивидуально по отношению каждой женщине рассматривать в целом да то есть почему потому что у этих женщин уже есть какие-то заболевания накопились то у нее уже может быть не такие качественные там яйцеклетки мутации они с возрастом у всех происходят 35 годам опять же у нас примерно 70 процентов мутации в яйцеклетках то есть почему и может быть уже и эволюция есть и все на месте женщина нет заболеваний но она не может забеременеть потому что у нее уже нет качественно качественных яйцеклеток их мало вот и конечно да в целом у таких женщин больше больше рисков всякой акушерской патологии в том числе потому что у них больше заболеваний уже вот с этими связано вот этот вот риск рождения детей после уже в точно но тем кто не может забеременеть есть программа и код очень хорошо да сколько она у нас уже в округе действует и сколько уже осчастливить матерей у нас не могу сейчас боюсь ошибиться ну лет 10 это точно да больше наверное уже и она очень доступна то есть раньше были ограничения например только трудный фактор там по возрасту только в браке женщине могли сейчас любая женщина может по этой программе бесплатно пойти тоже статистики у меня нет но в каждом у нас все больше положительных результатов до эта тенденция есть но все больше положительных результатов и женщина у нас есть которые и 9 и 10 легко в анамнезе да и сейчас им удается вынашивать и рожать удалось все таки вот да практически любая женщина может не то есть даже пограничение по возрасту у нас нет мы ориентируемся на уровень гормонов вот если она попадает пожалуйста можно даже женщины которые у которых нет полового партнера она уже чувствует что время подходит тоже по этой программе можно бесплатно с помощью спермы донора использовать скажи пожалуйста при планировании беременности существует две крайности либо ничего не делать либо сдавать кучу анализов не надо никакого не надо лизов сдавать а готовиться надо да а как ну вот есть такие женщины да которые приходят на прием и говорят что они планируют беременность и хотят знать да так нормала виктория владимировна обычно так все спонтанных мало да может быть они и готовятся ноги действительно приходит уже с беременностью спрашивая что вы принимали она говорит что вот она уже начала до беременности принимать то 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 есть она просто из средств массовой информации черпает информацию да на прием таких немного приходит но ну во первых естественно мы обследуем их как гинекологи да вот чтобы для нас самое главное да чтоб не было никаких инфекций что был нормальный гормональный фон мы советуем прием определенных препаратов с доказанным эффектом да все знают что с целью предпровидарной подготовки как минимум надо фолиевую кислоту принимать потому что она доказан ее эффект в отношении профилактики пороков нервной трубки у плода то есть на эту причину мы можем воздействовать то есть его только во время беременности но еще и до да она повышает качество опять же ицеклеток и советуем и мужьям ее сейчас принимать она тоже влияет на сперматогенез да тоже опять же это не наши надумки так скажем это такой общеизвестный факт научный естественно если у женщины есть какие-то хронические заболевания да там проблемы у стоматолога зубами то она должна тоже это все до беременности решить эти все проблемы если есть какие-то соматические заболевания тоже на заранее идет к этим специалистам а соматическая это что значит экстрагенитальные lobbie негинекологические заболевания мы спрашиваем если есть проблема направляем и специалистом а за сколько примерно нужно готовить я незнаю за год минимум за три месяца а минимум за три месяца если есть какие-то хронические заболевания сейчас же такая медицина на высоком уровне что можно и чтобы это заболевание перешло на плода как это все происходит? Да. Надо рассмотреть конкретный пример какого-то заболевания. Нам-то самый главный пример, если есть там у женщины, заболевание почек. Для нас это очень распространено, и актуально, эта проблема. И она влияет, непосредственно очень влияет на исход беременности. Поэтому, если у нее есть такая проблема, почки для нас очень важны при беременности. Она должна ее решить до. А не вставать на учет. И мы смотрим по анализам, а там идет обострение, там инфекция. Нам надо назначать какие-то препараты. Мы ограничены вообще в методах исследования, в препаратах, которые можно применять при беременности. И сама беременность, она способствует распространению этой инфекции. Поэтому нам и влияет она очень негативно на плод. Поэтому, например, на примере этого заболевания. То есть обязательно надо решить до, а не во время беременности. Виктория Владимировна, хотела, чтобы очень кратко рассказали, что нужно все-таки сделать, чтобы сохранить женское здоровье, красоту, молодость. Все банально. То же самое, как везде. мы связаны с другими тоже специалистами, да, должны совместно работать. И 50% любого здоровья — это образ жизни. 50-60%. это половая культура сексуальная в плане выбора там сексуального партнера. Это, ну что еще? Это профилактические приемы обязательно, да. Это, наверное, то, что влияет на наше заболевание, да, вот образ жизни, как ни банально, и сексуальное поведение. Ну еще, я запомнила, что нужно пить гормон после 35 лет, омега. Может быть, не надо пить, но надо его проверить. И, возможно, надо будет пить. Проверить, если, да, если требуется, то это тоже будет влиять на молодость. Гормоны, да, это не всегда, то есть это такой необязательный компонент, что его надо принимать. Вот омега-3, альфа-липоевая кислота — это обязательные компоненты. И посещать. А что, задуматься после 35 лет? Да, надо. А вы говорите о женщинам. Они задумываются, потом принимают эти препараты, или только уже... Вы знаете, на приеме я не говорю. Ну, есть женщины, которые, вы знаете, они информированы, они прям приходят, я вижу, что они это знают. Да, мы с ними беседуем, да, я им назначаю что-то даже, да, обследую. Я вижу, что они заинтересованы. А так, конечно, заниматься профилактическими беседами во время приема — это же профилактика. То, о чем я говорю, вот, кстати, вот этот квартет здоровья — это есть профилактика. А где можно брать, послушать, прочитать? Есть какая-то литература? Потому что, может, кто-то сейчас посмотрит программу, заинтересуется, да, где-то? Хочет уже более подробно познакомиться? Ну, вот можно даже в интернете набрать «Клиника профессора Калинченко» или «Лекции профессора Калинченко». У него много лекций в интернете есть. Она выступала на многих программах. Про это женский квартет здоровья я тоже узнала только от вас. Очень интересно. Да, очень хорошо. Я думала, уже все знают, что это распространено. Вот я говорю, что мы вот эти вот ожирения, сахарный диабет, при этих заболеваниях очень часто и мы находим тоже наши проблемы, то есть гинекологические заболевания. То есть все между собой, в организме все связано. Поэтому профилактика, вот как раз квартет здоровья является профилактикой всех заболеваний, и в том числе гинекологических, таких как миомы, эндометриоз. Это, кстати, тоже заболевания, связанные с окислительным стрессом, с повреждением, вот с поломкой иммунной системы, с инсулинорезистентностью. Если вы слышали об этом, витамин Д, кстати, на это тоже влияет. Вот это и есть профилактика. Здоровый образ жизни и партет здоровья. Виктория Владимировна, спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. Очень много полезной информации, я думаю, услышали. Зрители, будем следовать вашим советам. Спасибо вам. Приходите еще. Спасибо. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о женском здоровье. Сегодня у нас в гостях была врач-акушер-гинеколог женской консультации Виктория Филиппова. Будьте здоровы!